МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управление губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений Юлиана Ираченко. Юлиана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вот с чего начнем. Конкурс проводится впервые в таком масштабе. Как вообще появилась идея организовать его именно в масштабах края? Кто вообще выступил организатором? Да, действительно, в 2021 году, в текущем году у нас впервые в крае проводится молодежный конкурс социальной рекламы вместе против коррупции. Проводится он правительством Ставропольского края во взаимодействии совместно с прокуратурой Ставропольского края. Следует отметить, что ежегодно у нас разрабатывался, утверждался комплекс мер, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря, о котором вы упомянули. И в этом комплексе мер прописаны и разработаны, и организованы, и проводились различные мероприятия. Это и совещания, конференции, круглые столы, различные иные мероприятия, в том числе и творческие конкурсы. Рисунков, различных работ, которые проводились на уровне различных министерств, ведомств. И несколько лет мы работали в таком режиме, и, скажем так, зародилась идея, которая нашла свою реализацию, о проведении уже масштабного конкурса на уровне края, на уровне правительства. Ну, то есть, раньше это все было так немножко разрознено, да, можно сказать? То есть, каждое ведомство, скажем, в своей сфере, да, где-то вот что-то подобное делало? Ну, можно, да, можно и так сказать, что такие моменты проводились. Как будет проходить конкурс? И почему молодежный? Почему не вовлечь другие слои населения? Конкурс будет проводиться в соответствии с постановлением губернатора Ставропольского края, которому утверждено положение о проведении конкурса. Данное положение, а также иная контактная информация, размещена на информационном портале органов государственной власти Ставропольского края. Почему конкурс молодежный? Решили направить вектор, скажем так, на молодежную среду. И среди молодежи... Наверное, молодежь больше, да, все-таки реагирует, скажем так, на какие-то вот вызовы общества, в том числе и на противодействие коррупции. Ну, и молодежь более реагирует, и конкурс все-таки творческих работ. Поэтому вот таким образом реализация. Относительно регламента конкурса, я так понимаю, что есть номинации, да, номинация не одна? Да, в конкурсе на данный момент существует две номинации. Это лучший рисунок, либо плакат, и лучший видеоролик. Все, естественно, на антикоррупционную тематику. Также конкурс будет проводиться следующим образом, если коротко о регламенте. С 1 по 30 ноября будет осуществляться прием конкурсных работ и заявок. Затем Управление по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет организационное обеспечение конкурса. Будет данная работа передаваться в конкурсную комиссию для оценки. Соответственно, там оцениваться, выбираться победители. И впоследствии нам бы, конечно, хотелось провести хорошую большую церемонию награждения победителей. Но все будет зависеть от текущей ситуации. Все знают антиковидные меры. Естественно, проводится все с соблюдением, как прописано в постановлениях губернатора. А скажите, вот еще хочу раз вернуться к вопросу о молодежи. Возрастной ценз, то есть это от 14 до 35? Да, совершенно верно. В конкурсе могут принимать участие молодые люди от 14 до 35 лет, проживающие в Ставропольском крае. Конкурс краевой у нас проводится. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и, соответственно, конкурсную работу. Так, вот сейчас важный момент, давайте уточним. Ставрополье регион достаточно молодежный за счет большого количества вузов. К нам в том числе приезжают учиться люди из других регионов, из других государств, даже из других материков. Они могут поучаствовать в конкурсе или исключительно жители края? Ну, давайте так категорично не будем. Мы рекомендуем, я уже обозначила, что вся контактная информация размещена на портале органов государственной власти. Там размещены также контактные телефоны, электронная почта. Поэтому, если будут какие-то вопросы возникать у потенциальных будущих участников конкурса, у потенциальных победителей нашего конкурса, они могут обратиться к нам по телефонной связи, мы можем проговорить, обговорить какие-то моменты, и там уже будет какое-то решение. Кто будет оценивать все это дело? Оценивать будет конкурсная комиссия, которая также утверждена постановлением губернатора. Возглавляет конкурсную комиссию заместитель председателя правительства. Также в состав конкурсной комиссии, раз он проводится во взаимодействии с прокуратурой Ставропольского края, входит представитель прокуратуры Ставропольского края, мы, обеспечивающие организационное наполнение, скажем так, конкурса. Кроме того, для независимости, скажем так, и справедливости оценки, у нас в конкурсную комиссию входят общественные организации, представители, ну, также сотрудники аппарата правительства и Министерства образования. Одна из номинаций – это рисунок. Рисунок. Есть ли, опять же, прописан ли регламентом, как этот рисунок должен быть выполнен? Да. Красками, карандашами, может быть, это в компьютере кто-то прекрасно рисует? В любой технике предполагается рисунок. Так, рисунок, номинация звучит лучше, рисунок, плакат, поэтому графичные работы мы тоже предполагаем, что могут быть в каком-то редакторе выполнены. Существуют требования по оформлению, они все прописаны в постановлении уже более четко, чтобы там можно это все почитать, то есть формат работы, оформление работы, что должно быть прописано. Ну, то есть со всем этим можно в положении ознакомиться, все узнать? Конечно, да. Размещено на сайте, да. Так, по каким критериям будут оценивать работы участников? Ну, то есть, главная все-таки вот эта антикоррупционная составляющая в работе или все-таки главная художественная составляющая, творческая, или все в совокупности? Все в совокупности. Каждая работа будет оцениваться членами конкурсной комиссии по пяти критериям по десятибальной системе. Пять критериев. Все они главные, все важные, поэтому каждый определяет для себя, наверное, на какой критерий он больше будет ориентировать свою работу. Первый критерий – это соответствие тематике, соответственно, то есть антикоррупционная работа. Следующий критерий – это качество работы, аккуратность, да, ну, мы понимаем, чтобы это как-то имело визуальный, да, вид, если мы говорим о рисунке, да, но видеоролик тоже таким образом. Также критерием будет выступать законченность работы, чтобы это представляло собой какую-то завершенную, да, композицию. И более такие уже творческим наполнением критерий – это степень эмоционального воздействия, то есть насколько он вызывает, да, какие-то эмоции, эмоциональное воздействие оказывает. И я не могу сказать, да, что главные критерии, но я на него бы порекомендовала обратить наибольшее внимание – это оригинальность работы. О чем речь? О том, что работа не должна быть ранее использована в каких-либо иных конкурсах, то есть министерских, ведомственных или каких-либо иных. Ну и оригинальность замысла, скажем так, потому что все мы пользуемся сетью интернет информационной, антикоррупционной, и если мы в поисковике забьем фразу антикоррупционный рисунок, плакат и так далее, то выйдет антикоррупция, да, топ-10, 15, а то и 20 рисунков, плакатов, вот каких-то моментов, которые… То есть комиссия будет прям проверять, да, будут гуглить условно? Да, будем проверять, конечно, потому что, ну, можно здесь сказать слово «плагиат», да, можно сказать слово «повторы», можно там как по-другому каким-то образом, да, Но основным, одним из критериев является все-таки оригинальность замысла, поэтому вы даже вот, ну, я думаю, каждый на скидку может сказать, например, какие наиболее встречаемые моменты мы видели. Поэтому у меня большая просьба ко всем участникам конкурса, будущим участникам, мы ждем оригинальные, творческие, интересные работы с интересным замыслом, может быть, если будет сопутствовать помимо рисунка еще или в видеоролике какой-то лозунг на ту же тематику, мы заинтересованы в хороших, качественных работах. Еще один важный момент, я думаю, для всех участников важный, особенно для тех, кто планирует победить, будут ли призы, что это за призы, можем ли мы открыть сейчас тайну? В каждой номинации у нас три призовых места, соответственно, третье, второе, первое, и победители будут награждаться дипломами и ценными подарками. Открывать секрет пока не будем. Пока не будем, да, очень нам все-таки хотелось бы, чтобы не это было главным критерием, скажем так, для участия в конкурсе, а именно творческий порыв, желание высказать свою активную жизненную позицию по данному вопросу и использовать, скажем так, этот ресурс. Ну, наверное, самый главный момент, что организаторы ждут от конкурса, какова его цель, самая главная? Цель проведения конкурса, как и иных мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в любых направлениях, скажем так, творческих, менее творческих, это формирование общественного правосознания. Также и здесь, да, формирование общественного правосознания в молодежной среде. И, как я уже сказала, само участие в конкурсе, оно позволит как участникам, так и зрителям, скажем, потому что мы будем оповещать, соответственно, о уходе проведения данного конкурса, позволит высказать свою активную жизненную позицию, свое мнение, да, по данной тематике, свое отношение, скажем так. И уже даже в ходе проведения конкурса сформировать, опять же, в молодежной среде, в околомолодежной среде антикоррупционное сообщество единомышленников, которые имеют твердую определенную позицию. А скажите, вот, кстати, вы так упомянули вскользь зрителей, вот где-то можно будет посмотреть работы, поданные на конкурс? Или, может быть, в конце планируется какая-то выставка, что-то такое? Да, мы планируем и определенную экспозицию данных работы, победителей, возможно, и участников. То есть мы сейчас посмотрим, как это можно все сделать, ну, с учетом, опять же, текущей ситуации, поэтому мы хотим так. То есть все планируется, в общем, как на хорошем, уважаемом фото-конкурсе, фото-выставке. Скажите, пожалуйста, еще один момент важный. Конкурс проводится впервые, ну, скажем так, опыт такой относительно новый. В дальнейшем конкурс будет проводиться, насколько я понимаю, обязательно и, наверное, ежегодно. Да, мы планируем в дальнейшем проведение конкурса. В этом году мы проводим действительно первый раз, будут соответствующие выводы, да. Но мы настроены, скажем так, идти дальше по данной линии. Возможно, появятся новые номинации. То есть мы посмотрим, как вообще, как это реагирует. Мы очень надеемся на положительные. Уже есть положительный, скажем так, отклик от молодежи, потому что уже даже до начала приема заявок поступали звонки, поступали сообщения. То есть люди, молодежь интересовалась, как подать заявку. То есть тоже задавали определенные вопросы. На все вопросы даны ответы. И в дальнейшем мы также планируем проведение конкурса. Другие ведомства планируется подключать в дальнейшем? Да, конечно, будем со всеми ведомствами, то есть в дальнейшем, скажем так, объединить уже все общие усилия. Будем надеяться, что все это получится. Спасибо большое, что пришли к нам, рассказали о конкурсе. Будем действительно надеяться на то, что это даст отклик и действительно сформирует в молодежной и околомолодежной среде правильную атмосферу и правильные мысли. Спасибо большое вам еще раз. Спасибо большое. Что ж, друзья, это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на своем, берегите себя. Увидимся.